Раньше в Ригинском районе было 14 хозяйств, которые Сабинско-Полихатовский шайк уже приватизировала, уничтожила, разложила, разрушила. Там нет нормальных хозяйств, а растает бурьяном, не строятся эти железобетонные бараки, очерк этой шайки, что в Подмосковье, что в Брянской классической русской области один и тот. Я выступал 10 раз в трибуна государства. Предлагал создать комиссию, разобраться и расследовать. Ничего похожего. 1300 судов, кроме Брянска, пытаются всяческие подложные способы затратить контрольный пакет, не забив ни одного гвоздя, не вспахав ни одной бороды, не положив ни одного камня. Вот лицо и мерзопакостные духи этой власти, которая вообще, говоря, не заслуживает никакого уважения и никакой поддержки. На мой взгляд, то та огромная работа, которую мы с вами провели, она позволила нам сохранить это хозяйство. Сейчас в стадии борьбы вступает в решающий момент. Мы обязаны все мобилизовать свои народные патриотические люди, видеть депутатские корпусы, все свои информационные пространства, все возможности влияния на все культуры и показать суть этой банды. Материалы размещены на нашем сайте. В ближайшие дни я публикую по этапу за 20 года Ленина и наша комплексная борьба против этих мерзавцев. Я отправил материал в полный секунду. Недавно переговорил еще раз, просил разобраться. Он дал твердое слово, что не позволят разрушить это уникальное хозяйство. Тем более сам факт нападок на Грудинина, который шел на президентский рынок, он дискредитирует саму власть и президентскую команду, потому что речь идет о попытке расправиться над кандидатом, который получил 9 миллионов голосов. Но одновременно обращаюсь к Воробьеву, в третий раз обращаюсь. Ваши люди хрешуют эту грейдерскую атаку. Ваши люди помогают организовать эти продажные суды и разбирательство. Примите необходимые меры.